Great Wall снова возвращается на российский рынок. Между тем, до кризиса 2015 года Великая Стена была одной из самых результативных китайских марок. В год россияне разбирали по 20 тысяч Great Wall, а рамный ховер в разных вариациях считался очень серьезным конкурентом уазовского патриота. Однако затем все изменилось. Когда рубль обрушился после падения нефтяных котировок, местный дистрибьютор компании Irita прикинул, что ховеры должны подорожать до миллиона рублей. К таким ценникам фанаты модели точно были не готовы. Но головной офис отказался давать скидки на машинокомплекты, из которых под Липецком собирали готовые автомобили. В итоге стороны разошлись. Irita свернула автомобильное направление, а Great Wall Motors открыла собственное представительство, сделав ставку на дочерний премиум бренд Хавейл. Дела Хавейла шли ни шапка, ни валка, пока прошлым летом китайцы не открыли в Тульской области собственный завод. А недавно, после долгих переговоров с российским правительством, все-таки подписали специальный инвестиционный контракт. В самом Китае бренд Хавейл неистово наращивал обороты, а Great Wall, напротив, тихонечко сходил на нет. И два года назад большие боссы решили перезапустить великую стену, переориентировав марку на производство пикапов. Для подтверждения намерений выпустили принципиально новый Wingel 7. Именно седьмой Wingel через неделю-другую начнут отгружать из Китая российским дилерам. У него передняя торсионная подвеска и жесткий задний мост на рессорах. Под капотом установлен двухлитровый турбодизель отдачей 143 силы, с которым состыкована шестиступенчатая механика. Но позже появится бензиновая альтернатива. К нам приедут только полноприводные варианты, с жестким подключением передка, понижающей передачей и блокировкой заднего дифференциала. И никаких однорядных кабин, заявлен лишь двухрядный удлиненный пикап грузоподъемностью чуть меньше тонны. Торговать Great Wall'ами будут продавцы Хавейлов. Оттягивать главное оглашение ценников китайцы не стали. Поэтому мы знаем, что базовая комплектация будет стоить 1 749 000 рублей. Это значит, что новинке уготовлена ниша между уазовским пикапом и дорогими иномарками. Посмотрим, что из этого получится, ведь сегмент пикапов имеет достаточно скромный объем.